Окей, запись запущена. Итак, атака, про которую я вам сейчас расскажу, очень важна. Атака называется отравление адреса. И по состоянию на 2 декабря, я сегодня вот еще тоже обновлю, не успел обновить информацию, на 2 декабря было более 340 тысяч адресов подвержения этой атаке. И пострадало, вот на 2 декабря пострадало из этих 340 тысяч 99 адресов. 99 его. Но при этом было украдено более 1,6 миллиона долларов. И, значит, как это все происходит? В основном это происходит сейчас на данном этапе в блокчейне Этериума и в блокчейне Бинанс. Если вы просмотрите, а рекомендую вам взять ваш адрес, вашего Метамаска или какого-то другого кошелька, забить в BSC Scan или в Etherscan и посмотреть ваши транзакции. Если вы увидите там нулевые транзакции, значит, вы были подвержены, так скажем, атаке. Но не переживайте, сразу вам сейчас могу сказать, мы сейчас все с вами поймем. Значит, каким образом это все происходит? Предположим, вы, будем называть вас отправитель, отправляете какую-то транзакцию получателю, например, там на каких-то, не знаю, вот я пример вам покажу, там на 452 доллара, будем говорить сразу, да? Что происходит? Что происходит в такой ситуации? Атакующий, атакующий, это видит эту транзакцию, потому что это нормально, в блокчейне можно посмотреть все транзакции, которые происходят. Значит, он что делает? Он отправляет, то есть это автоматизированно сделано, это работают некие такие программы, в рамках того же хэша, который вы отправили, то есть создается хэш транзакции, в рамках этого же хэша хакер отправляет вам 0 долларов, 0 долларов на ваш кошелек. Программа им, хакерская программа написана таким образом, что вы, то есть как бы, как бы вы автоматически это происходит, пересылаете ему этот же 0 долларов обратно ему, хакеру на его кошелек. То есть у вас в вашей истории, в вашей транзакции появляются нулевые отправления. Если вы увидели у себя скомпрометированный кошелек, то есть вернее, вот такую вот ситуацию, что у вас есть принятые 0 долларов, от кого-то непонятно от кого, и отправленные вами же 0 долларов, не переживайте, просто мошенник пытается вас надуть. Каким образом, каким образом это происходит? Я вам сейчас похожу наглядно. Так, я попрошу модераторов принимать, если у нас люди еще заходят. Так, показ экрана. Так, скажите, пожалуйста, видно сейчас экран? Да, все видно. Окей. Вот, вы видите, как я вам показываю. Есть вот этот вот товарищ, виктим, видите, да? Это виктим А, это просто как представление. Отправляет, то есть у него аут в кошельке, отправляет вот этому вот пользователю, вот этому пользователю, Б, 452 доллара. Вот, хакер, что делает? Вы видите, вот атака, вот она, атака C. Он что делает? Он сразу же по этому же хэшу, вот он же хэш, хэш находится вот здесь, он, как правило, в начале, по которому можно узнать все о транзакции, время транзакции, сколько там комиссий и так далее, и так далее. Он сразу же отправляет ин, видите, ин, это вошло в кошелек 0 долларов, вот они. Автоматически программа работает таким образом, его программа работает таким образом, что вы, аут, видите, вот этот вот аут, что вы, ваш адрес, ему отправляет обратно тоже 0 долларов. Если вы увидели у себя такую ситуацию, не переживайте, ничего страшного пока не произошло. Ничего страшного не произошло до тех пор, пока, пока они, это просто удивительно, на что, на что эти товарищи способны. Я сейчас поставлю вам второй слайдик, одну секунду. Пока, все, 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 все не страшно, на самом деле, до тех пор, пока вы не сделали определенную глупость. И 99, 340 тысяч атак было сделано, это в общей сложности. Чуть больше было в сети Ethereum, чуть меньше в сети Binance. Но 99 человек на это попались. Всего лишь 99. Хакер потратил 26 тысяч долларов на атаку, получил 1,6 миллиона. И, ну, это уже ничего сделать нельзя. То есть, я даже могу посмотреть кошельки хакера, но мы пока ничего не можем сделать для того, чтобы его каким-то образом, потому что действует, как вы понимаете, очень неграмотно. Так, показываю вам экран. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Посмотрите, экран видно, пожалуйста, дайте обратную связь. Да, видно. Итак, вы видите, что вот этот вот адрес, вот адрес, вот этот, 0xf71. Видите, вот и здесь этот же адрес, и здесь этот же адрес. То есть, вот он отправляет, принимает деньги. Вот он отправил 3 тысячи долларов, вот на этот адрес. Внимание! Здесь мы видим с вами, вот здесь вот последние цифры. Последние цифры. Вот здесь они даже красненьким выделены. 0, 4, 5, 1, C, B. Смотрим, да, на них. Теперь мы видим, это вот, это нормальная транзакция. Вот это нормальная транзакция нижняя. То есть, кто-то 0xf71 отправил, вот на адрес 0xfebc, отправил 3 тысячи долларов. Все хорошо. При этом, вы видите сразу хакер. Хакер, вот он, отправляет вам, вы получаете от него 0 долларов. Вот они. Вот они. Вы получаете. И сразу же отправляете так же самое, начинаете отправлять. Автоматически это происходит с вашего адреса. Автоматически. Потому что подделывается, в одном хэше все происходит. В одном, скажем так, в одном поле. На одном поле все происходит, скажем, чтобы проще было. Видите, ноль, вот опять ноль, вот опять ноль. И таким образом, что происходит? Происходит то, что делают, к сожалению, люди делают ошибку. Вы видите, что вот этот вот адрес, которого вы получали? Вот он, вот он один, а вот он другой. Он уже подделан таким образом, что в следующий раз вот этот вот человек, вот этот вот человек, отправил вот этому человеку, хакеру, тысячу долларов. Вот он. То есть что произошло? Сейчас покажу. Запомните вот эту вот последнюю цифру. Что произошло? Сейчас я вам покажу следующий слайдик. Надеюсь, пока все понятно. То есть, ну, здесь ничего как бы сложного нет. Далее показываю показ экрана. И вот мы с вами видим, да, вот она. Это та же самая картинка. Вот они были транзакции. Вот это нормальная транзакция была. Вот 3000 долларов. 3000 долларов было отправлено нормально. Дальше хакер проследил эту транзакцию. Он начал отправлять вам ноль долларов. Ваш кошелек автоматически отправляет ему обратно, ноль, ноль, ноль. И таким образом, в вашей истории транзакций появляется, появляется вот этот вот адрес. Вот он. Вот он черненьким выделен. И посмотрите, что хакер, используя определенную программу, это происходит в секунды, сумел подделать адрес таким образом, что последние цифры, посмотрите, последние цифры 4, 1, 5, 4, 5, 1, cb. Помните? 4, 5, 1, cb. Там начало не совпадает. Начало не совпадает вот с этим адресом. Вот он. Вот с этим адресом начало не совпадает. А конец совпадает. Прямо 4 цифра, 5 цифр. То есть, представляете, что у хакеров сейчас есть возможность, используя определенные программы, за секунды подделать адрес. Это можно делать в блокчейне, к сожалению. Подделать адрес таким образом, что первые и последние цифры могут совпадать. До 7 цифр. До 7 цифр. И вы видите, что вот этот человек, который отправлял нормальную транзакцию на 3 тысячи долларов, он сходил потом, он, скажем так, был невнимателен. И вот на этот вот адрес, который ему отправил последний, вот он последний, это была последняя транзакция, когда он ему отправил опять 0 долларов, хакер, он взял в следующий раз этот адрес, вот этот адрес, подумав, что это этот адрес, посмотрев просто на последние цифры, 5 цифр, не посмотрев все остальные, ни первые, ни посередине, отправил хакеру вот на этот же адрес, который только что отправил ему 0 долларов, отправил ему 1000. Вот такая вот песня. И, к сожалению, хакеры имеют возможность создавать последние и первые цифры адреса. Помните, мы с вами говорили, что нужно посмотреть первые и последние цифры. Хотя бы три. И, внимание, я рекомендую вам смотреть 10 адресов. И последних, и первых. И быть очень внимательными, потому что этот человек, который потерял эту тысячу долларов и перевел его хакеру, он зашел в БСЦСКА, он, видимо, не запомнил адрес того человека, которому он пересылал. Он у него не был нигде, скажем так, он не был нигде у него идентифицирован. Он не позвонил человеку и не попросил его еще раз прислать ему адрес, а использовал БСЦСКА, вернее, не БСЦСКА, не Бинанса блокчейн, а Этериум, ЭтерСКА. Он зашел в ЭтерСКА, скопировал адрес по последним пяти цифрам, по пяти даже цифрам, которые были подделаны, и отправил туда тысячу долларов. Значит, что, дорогие друзья, что мы с вами, как нам с вами от этого уберечься? То есть, если вы, я увидел у себя, я увидел у себя, когда я зашел недавно, я увидел у себя такие нулевые транзакции. Я тоже, вначале, думал, что такое? Блин, я же никому ничего не отсылал. А от кого я что-то получаю? Но когда я не делал что-то, я уже понимаю, что здесь что-то не так. Я начал рыться, нашел людей, которые мне смогли объяснить, ибо эта информация уже сейчас есть на некоторых информационных пабликах, где рассказывается о этом виде мошенничества, потому что 1,6 миллиона – это не маленькая сумма. Это люди по невнимательности перевели. Если вы увидели у себя такие же транзакции, не переживайте, ваш кошелек не взломан, ваши ключи приватные не потеряны, все в порядке, ситфразы ничего не потеряны. Это единственное, что хакеры хотят использовать вашу невнимательность. Невнимательность. Теперь, самый главный вопрос. Что нужно сделать нам для того, чтобы уберечься от этого? Здесь, на самом деле, как бы есть три, скажем так, которые посоветовали мне сделать, и я потом это увидел уже и у других людей, которые советовали. Три пунктика, которые я как бы для себя сейчас выписываю, то, чем я буду как бы защищаться от таких товарищей. Первое. Есть приложения, вернее, есть такие приложения в интернете. Я поищу, какой из них такой самый интересный и надежный, который помогает пользователям различать адреса по цвету. Ну, то есть, предположим, если вы отправили на зеленый, то есть цвет адреса отображается зеленым, то если хакер будет уже подделывать адрес, он уже будет другой цвет. То есть, если вы так запоминаете. Либо есть какие-то другие подсказки, опять же, есть приложения, которые дают вам некие подсказки для того, чтобы вы не ошибались. Это первое. Это есть такие приложения. Это я тоже уже узнал. Далее. Есть следующий момент, что вы должны перепроверять адреса, те, на которые вы уже переправляли деньги. То есть, если у вас есть адреса, на которые вы постоянно что-то отправляете, вот этим пользуется хакер. Если вы однажды отправили, это не страшно. Но если есть адреса, на которые вы постоянно пересылаете деньги, то вот эти, они мониторят эти адреса и пытаются там вас надуть, мягко говоря. Поэтому очень тщательно, прямо там, не знаю, можно целиком прямо, вот эти 30 с лишним знаков, 32-36 знаков прямо проверять. Если, ну, как бы я бы рекомендовал, это как бы долго, но хотя бы 10, там, 12 первых и 12 последних я бы все-таки рекомендовал вам проверять. Потому что это все-таки деньги. Здесь нет обратной транзакции. Если вы отправили деньги, до свидания. Ничего заморозить невозможно. Это есть огромный плюс блокчейн, технологии, но также есть некий такой минус, что невозможно отмотать что-то назад. И третий вариант, что можно делать, это вести какую-то отдельную записи, где вы прямо вставляете адреса, куда вы постоянно отправляете деньги, постоянно сверяясь, опять же, с ними. То есть, даже есть люди, которые вручную записывают эти адреса, какие-то записи, ну, либо где-то на каких-то блокнотах сохраняют эти адреса для того, чтобы, опять же, не попасться на такого вида мошенничества. Вот, дорогие друзья, таким вот образом.